Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео из рубрики «Первый взгляд». И сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на крайне интересную и увлекательную игру под названием «Роди Лайф». Это не просто симулятор дальнобойщика, как бы, да, это действительно симулятором дальнобойщика можно назвать, но это не просто симулятор дальнобойщика. Вся история здесь в том, что за такой весьма непримечательной графикой скрывается, на самом деле, потенциал неплохой игрушки. Помимо того, что здесь мы с вами можем, естественно, перевозить грузы, какие-то грузы мы можем с вами даже сами грузить на наш замечательный грузовик, так здесь еще есть и полноценная экономическая система, которая позволяет нам заключать контракты, во-первых, с производствами, которые есть в этом виртуальном мире. И далее позволяет нам покупать недвижимость, ну, даже можно не то, что сказать недвижимость, покупать площадь, и потом уже впоследствии что-то там построить для того, чтобы это то, что мы с вами построили, что-то производило. И потом в оконцовке мы все это с вами перевозим, продаем и зарабатываем себе на жизнь. В общем, игра крайне интересная. Здесь даже есть мультиплеер на четырех человек, правда, но, тем не менее, все равно это круто, то, что вы с друзьями даже, да, сможете в эту игрушечку поиграть. Так как для меня это первый взгляд, извиняюсь, если где-то что-то я буду делать не так, ну, в общем, давайте погнали. Нажимаем новая игра, здесь у нас всего две карты. Одна из них называется Иста, вторая из них Хучеван Хиллс. Ну, это явно указывает нам на то, что это какая-то гористая, видимо, местность. Ну, давайте выберем ее. Слот сохранения, сохранять через каждые 15 минут. Здесь у нас выбирается сложность игры, но в зависимости от уровня сложности у нас, естественно, стартовый капитал, торговая наценка, пока не знаю, что это такое, условия кредита доступные. Ну, ладно, давайте для того, чтобы просто... Как сказать, вжиться в эту игру, мы с вами выберем легкий именно уровень сложности. Скорость движения камеры можно регулировать. Так, хорошо, ага, это наш водитель, как я понимаю, то есть мы можем передвигаться по городу. Но графика, конечно, такое себе, честно признаться, графика прям вообще-вообще-вообще далеко не выразительная, я бы так честно сказал. Это у нас типа банка, сначала вам нужно присоединиться к компании, ну, наверное, сюда, создать компанию. Нифига себе, здесь прям вот настолько, что ли, обалдеть. Ну-ка, али-вэ, транспор... Та-ти-он, вот. Стартовый бонус, транспортер, количество автомобилей в собственности, плюс один собственный автомобиль, подрядчик, это плюс контракт. Строитель, это собственный участок для строительства. Нифига себе, то есть нам нужно что-то из этого выбрать. Угу, да, интересно, но я думаю нам... Давайте вот так сделаем... Ой, а что все удалилось-то? Ливе, транспорт, вот так. Ну давайте, да, с одной машиной, я думаю, мы создадим нашу замечательную компанию. Ну и все, в принципе. Так, у нас миссия выпала, перевести 250 нефти на нефтеперегонный завод. Так, мне бы определиться с тем, где, в принципе, мой автомобиль, это наша замечательная карта, ну, в принципе, она большая, я хочу сказать, эта карта действительно большая. Цены, цены на бензин, покупается за столько, продается за сколько-то, производство, полностью все цепочки, да, то есть здесь вот, допустим, металлургический комбинат, он принимает уголь и, наверное, железную руду, а выдает уже сталь и, соответственно, какой-то боевой, я не знаю, что это такое, что это может быть, даже понятия не имею. Интересно, транспортная станция, естественно, мы можем пассажиров перевозить с АЗС, топливо и так далее, не, ну это круто. Вот именно системы вот этих пищевых и так далее, цепочек производственных, это классно, это чем-то ферму напоминает. Контракты, банк, ой-ой-ой, сколько здесь всего, ребята. Это то, что мне, видимо, принадлежит. А, а это, это получается типа навыки, ё-моё, статистика, энциклопедия, здесь всё идёт, ну и системные уже настройки. Да, интересно, 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 я не понимаю, правда, куда мне сейчас идти, но, очевидно, наверное, сюда, это контактный, контрактный офис. И здесь мы, как я понимаю, будем заключать контракты на те или иные действия. Хорошо, неплохо бы было подписать это всё, но, как я понимаю, типа оно подписано, но на русском языке ничего не работает. Здесь мы можем покупать всё, что связано с недвижимостью, да, то есть ангары, квартиры и так далее и тому подобное. Ну, а это, очевидно, уже наш, наверное, дом, который, в случае чего, мы потом сможем с вами обустроить. Так, интересненько, интересненько, это у нас автомойка, то есть, наверное, я думаю, здесь транспорт у нас пачкается и так далее. Здесь непонятно что. Ну, процесс, конечно, входа в игру какой-то крайне тугой, как мне кажется, ребят. Согласитесь, что-то как-то вообще непонятно, где, что, куда, зачем и почему. Больше похоже на мобильную какую-то игру, честно признаться, но я реально не понимаю, куда мне идти. Хм, интересно, просто бегает какой-то чувак по городу, один, никого вокруг нет. Он открыл компанию, у него нет ни машины, ни квартиры, люк такой на всю дорогу. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, что это за порнуха такая, я вообще не понимаю, ребята. Что это за дичь? Просто что это за дичь? Что делать-то я, я реально не понимаю, что делать в этой игре. Это какой-то ужас. Что делать-то, ёпперсоте, куда мне двигать-то я не понимаю. Ни мини-карты, ни хрена нет, вообще ничего не понятно. Значит, видно, мне нужен транспорт, то есть, окей, давайте разбираться, давайте не психовать, давайте будем разбираться. То есть, нам нужен транспорт, правильно? Правильно. Телепорт для начала. Ну-ка, что это может значить? А, телепорт, всё понятно, это сюда нас телепортирует. То есть, нам нужен транспорт, это ясно, понятно. Ну, мы зарегистрировались, здесь мы можем прийти, в случае чего, там, в банк, взять кредит. Сразу же с порога нам дают кредит, купить там дома и так далее. А машину-то где я буду брать, извините меня? Я создал, во-первых, компанию, я не могу, как бы, ну, понять, где моя машина, при условии того, что у меня при создании моего автомобиля, это что такое, вы нашли батарею, замечательно, просто, прекрасно, аккумулятор ещё какой-то старый нашёл. При условии, ну, при создании моей транспортной этой великой компании, моей транспортной великой империи, там было условие, что, типа, чел, ну, как бы, да, жидкости. А, это для перевоза жидкости нам необходимо, контейнер, масса, ну, это что-то типа самосвалы, наверное, скорее всего. Я нашёл, ребята, пассажиры, ну, это пассажиров перевозить и животные, ресурс XL. А, это, видимо, для что-то типа негабаритных каких-то перевозок, скорее всего, трейлеры отдельно здесь у нас идут. Ну, короче, нам нужно, нам нужно что? Нам нужно что-то под жидкости, да? Нам нужно что-то перевести такое. Так, ну, танк Ива. Давайте вот это, наверное, сделаем. Работающий двигатель. А, ну, это, чтобы понять, да, полный свет, передний логотип, боковой логотип на бочку сюда, задний логотип туда на бочку идёт. Да, вот это крутая техника, просто жесть. Давайте будем покупать. Товар куплен, вы можете забрать его снаружи. Замечательно. Я нашёл магазин, ребята, так что мои претензии снимают. Но всё равно, к автору, если обращаться, дружище, если ты там как-то меня понимаешь и слышишь, сделай, пожалуйста, обучение каким-то более доступным. Ну, ну, реально, больше похоже на мобильную игру, ребят, ну, серьёзно. Очень похоже на мобильную игру. Хоть и физика, в принципе, такая приятненькая. Мне нужна нефть. Давайте, да, будем, как бы, думать, где у нас находится нефть. Главный автовокзал, заправочная станция, перекрёсток, стоянка, карьер. То есть они все одинаковые, вот эти метки, они, ну, реально все одинаковые. И вообще непонятно, куда ехать. Вот мне дали контракт на нефть, а где её искать, куда мне ехать, я вообще не понимаю, ну, вот серьёзно. Точки какие-то, как в Сноураннере выставляются. Как их убрать потом вообще, хрен его знает. Блядь, какая же дичь. Давай хоть поврезаемся в кого-нибудь, я не знаю. Системы повреждений нет. Господи, прости, ну что это такое, а? Ребята, я поначалу, знаете, когда читал описание, когда просил эту игру для обзора, я такой думал, блин, вот это, наверное, круто. Но вот с автобусными остановками это понятно. Ну, блин, наверное, это круто, да? То есть взять вот, ну, такая игра, бог с ним, что графика там не особо, как бы, ахти какая, блещет всё там. Но, в принципе, системы интересные. То есть ты создаёшь компанию, занимаешься различными перевозками, там, пассажиров, грузов и так далее, и тому подобное. Раскручиваешься, там, контракты заключаешь, какие-то делаешь постройки, там, и так далее, и тому подобное. Бабах, об аккумулятор это я так запнулся. Можно его, кстати, собрать так, просто посреди дороги можно машину оставить, и всё, замечательно. А так вот, сейчас, чем больше я играю в неё, тем она меня больше отталкивает. Вот серьёзно, у меня нет какой-то задачи сейчас там эту игру как-то потопить, либо оскорбить её, унизить и так далее. Я всегда в своих роликах, ну, говорил так, как чувствую. Ну, вот реально. Я вам сказал, да, что она у меня действительно вызвала интерес вот этой своей экономической всей системой, заморочками этими, с контрактами и так далее. То есть на графику там, на физику и так далее. Я уже смотрю потом. Мне вот, главное, сам процесс, сам геймплей. Но какой-то входной порог крайне высокий у этой игры, не в плане того, что ты, ну, сложно как-то начать или что. Нет, она просто недружелюбно к тебе относится. Вот я думаю, это хорошее завершение моей карьеры. Просто размотать тачку и всё. Ну, можно зато ходить по горам, можно идти куда угодно. Горы, кстати, реально красивые. То есть хотя бы, да, кусты прям размером с человека. Это посреди... С масштабностью какая-то проблема, я не знаю. Вот, ну, реально. С масштабностью здесь явно, ребята, что-то не то. Как дальнобойщиках здесь можно срезать. То есть, ну, она вообще абсолютно недружелюбна к новому игроку. Нужно хотя бы как-то игру обучить. Делать какое-то нормальное, адекватное обучение, чтобы человек зашёл. Ага, мне сюда. Ага, мне туда. Ага, вот это надо сделать, чтобы вот это у меня получилось. Вот это мне надо сюда подойти, чтобы это купить. Ну, то есть, это не такая уж игра, что где сел, поехал, всё там у тебя, всё под руками, всё перед глазами. А здесь... Бляха-муха, ну, я не знаю. Я чё-то разочаровался очень сильно, ребята. Честно признаться, очень сильно разочаровался. Как вам, ребят? Я не знаю, честно. Я думаю, вы, наверное, со мной согласитесь, то, что это какая-то фигня. Причём вообще полная. Я буду рад, если какие-то обновления будут выходить, там, да, это всё пофиксится, поправится, какое-то обучение добавят. Ну, чтобы хотя бы, сука, было понятно, чё мне здесь вообще в принципе делать. Потому что, ну, вот я не понимаю, реально, куда ехать, зачем ехать. Ни GPS-а, ни хрепиеса, ни хрена. Нет, ни хрена непонятно. И это вообще какая-то чушь, честно признаться. Вот такие вот, ребята, выводы. Но, опять же, всё равно судить уже по концовке тоже вам. Я своё слово, я своё мнение высказал. С наилучшими пожеланиями, друзья. Пока-пока. Ещё увидимся. Игру не рекомендую.